Всем привет! Расчёт на гигантскую бегонию макулата. Хочу с вами сегодня поделиться, как я это делаю. Зовут меня Екатерина Гарипова. Добро пожаловать ко мне на канал про цветочные эксперименты, в особенности с тотемами, с опорами, с влажным мухом сфагнумом. Но бегония не из этой категории, однако хочется тоже вырастить из нее очень большое растение. Поэтому сегодня расскажу вам, что лично я для этого делаю. Посмотрим. На примере вот этой малышки давайте поговорим про размножение. Это как раз детка моей большой бегонии. Можно ее размножать хоть листом. Бегонии, они такие по размножению неприхотливые, но я обычно обстригаю веточку. В принципе, в любом месте. Мне хочется, чтобы был узелочек один. Достаточно. Я не размножаю прям большие куски, потому что им тяжелее тогда дать корешочки. Поэтому я обычно один узелочек какой-нибудь отстригаю, ставлю в воду. У бегонии очень нежные, тоненькие корешочки. Поэтому нужно быть аккуратной, нежной, с бегониями. Не пересушивать и не переувлажнять. Хочется так потрогать все равно. Я обожаю трогать растения. Мне все время об этом пишут под моими видео, что зачем вы, Екатерина, это делаете. А мне так приятно. Поэтому даже когда я рассказываю про размножение, хочется каждый листик поднять, потрогать, разглядеть. Потому что такая она красивая, это бегония. Но вот разве можно понять полностью ее красоту, если вы вот так вот не взяли в руку листик, не рассмотрели. И эту форму замечательная, и эти точечки красивые. И обратную сторону листа, да, они посмотрели, какая она красная. И даже на ощупь, да, тоже. Как вот вы полностью прочувствуете красоту растения, если вы не знаете, какие ваши листья на ощупь. Поэтому я это буду делать всегда. Грунт у нее совершенно обычный. Просто универсальная земля с перлитом. Ну, здесь попали еще какие-то кусочки керамзита. Но это совершенно случайно, наверное. Где-то мимо я пробегала с другим растением. И решила переложить. Никакой практической пользы керамзит здесь у меня не несет. У меня уже опора, да, стоит у этой бегонии. Ну, прежде всего для красоты, конечно. Мне очень хотелось просто попробовать. Опоры разной формы. У меня еще есть такая кругленькая в виде птички. Но и все-таки уже ветки большие. Им тяжеловато становится. Поэтому я их тут немножечко подвязала. Разверну еще другой стороной. Стоит эта бегония здесь в кабинете на этом северном окне. Рядом с моими тетрадками по изучению иностранных языков. Поэтому окно у нее северное. Света у нее не очень. Здесь много. Но вот ей вполне достаточно. Она у меня довольно быстро растет. Я начинала ее растить с маленького череночка. Буквально в один листик, по-моему. Если найду, добавлю фотографию. И вот она уже вымахала таким большим растением. Поливаю я ее по мере просушки земляного кома. Смотрю, если земля такая на вид не мокрая, суховатая. Я такая все делаю по интуиции. То тогда поливаю. Красивые, да, эти красные изнаночные стороны листа. И эти точечки на листьях. Просто невозможно налюбоваться. Согласитесь. Удобряю я свою бегонию с помощью обычного удобрения из хозяйственного магазина для декоративно-листных растений. Называется Агрикола. Развожу по инструкции. Поливаю. Если не забуду. Если не забуду, это получается, ну, наверное, раз в смесье добавляю удобрения. Не то, чтобы прям с каждым поливом. У меня просто слишком много растений. Уже, наверное, штук 100 надо будет посчитать, кстати, сколько. Поэтому удобрения в основном достаются, когда я вспомню. Не могу называть эту бегонию капризным растением. Ей, в принципе, немного моего внимания достается. Каждый день я подхожу к своим тотемам или растениям, которые на стеллаже у меня маленькие стоят, которым действительно нужно много внимания каждый день проверять, не пересох ли мох, не переувлажнился ли и так далее. Вот, а бегония растет себе и растет. Вот, ну, я тут работаю рядом с ней, да, поэтому если вдруг с ней что-то бы случилось, я быстро бы, конечно, приняла меры. За все время, что она у меня растет, года, может быть, полтора, никаких проблем я с ней не заметила, вредителей на ней тоже никаких не было. Поэтому я считаю, что именно вот эта бегония такое беспроблемное, простое растение. Если вы еще не отважились попробовать его вырастить, попробуйте.